Добрый вечер, дорогие друзья! Не за горами приезд двух Наташ ко мне. У нас 30 октября начинается наша заключительная сессия двухгодичной профессиональной переподготовки. Я уже в преддверии нашей встречи, наших эмоций и всё, что у нас будет здесь происходить и утром, завтраки какие-то, обеды, ужины, что вообще будет, предсказать сложно. Но государственный экзамен, я надеюсь, мы вам покажем, как мы будем петь, 18 преподавателей. Но я вот сейчас присела, дайте чаю попить ещё разочек, я тут уже много о чём вещала. Я вспоминаю лето, нашу сессию летнюю. У меня есть отснятый материал, но он не опубликованный. И я всё думала, ну когда же мне, вот когда я его как бы отложила, потому что одно дело идут какие-то календарные вещи, уроки один за одним идут, чтобы можно было видеть, как занимаемся, какие мы, как работу над ошибками мы делаем. То есть это желательно, чтобы они шли подряд. Поэтому приходится нелегко порой, и устаёшь, и надо что-то другое делать. И выстраиваю, конечно, приоритеты, но сложновато мне, сложновато. И я очень, очень меня, знаете, что сейчас, меня... Ну ладно, это я потом. Это... Ну немножко слабину себе дала, что не имею права, что ли? Ну маленечко. Всё, воспряла духом. Так вот, у нас есть съёмка, как мы в один из выходных дней нашей сессии поехали на природу поплавать в озере и покушать шашлыков. Олеська Каменская со своим мужем, с детьми, нам сделала такое предложение. Мне и двум Наташи. То есть трёх... А, трём Наташи. Ну, в смысле, я местная и две приезжие. Хакассия и Казахстан. А Наталья же ещё и немка, она же... У неё гражданство Германии, у Натальи Эрих. И вот как мы хохотали. Вот, наверное, может быть, сейчас, именно сейчас, есть такой позыв в преддверии вот их приезда вспомнить о том, как это всё было. Потому что Наташка задавала вопрос. Она всё время... Вот мы здесь сидим, вы сейчас всё это увидите. И она говорит, я не понимаю, у вас что, это традиция такая в Сибири? Вот именно вот так вот ездить на шашлыки. И так? Алиюша, ты меня пропусти туда, но я присяду. Ой, промёрзли, однако. Согрелись все. Не отрываюсь. Что? Собака смотрит на картину. С таким умным видом, да? Мы сегодня тоже с очень умным видом смотрели на стекло, через которое ничего не было видно в машине. Просто ничего! Это как будто в пещере сидишь, и мы такие наивные, ждём сейчас солнце. Мы оптимистичны. Сейчас всё пройдёт. Да, эта тучка уйдёт, и там точно выйдет кусочек голубого неба. Мы уже реально настроились на плавание. Там место-то красивейшее. Ой, какое красивое место. Я там никогда не была. В Красноярске всю жизнь живу. Мы с Натальей не рискнули. Это... Они подожди, пошли посмотрели. Я выскочила чуть-чуть, я опять села. А мы пошли, я там стояла, я даже включила камеру, не знаю, что я там успела снять. Люди плавали. Дождь идёт. Это не Новый путь? Нет. Это в Подгорном. Подгорном. Где крокодилы? Новый путь налево. А мы ехали прямо. Где бетонный крокодил? Да. Да. Я была там. Угу. А почему у меня это там? Я не была. Я не знаю, как это называется. На Миронову тебя один раз привезли. А меня нельзя полотеть. Я даже не знаю, как я туда попала-то. Вот так. Бессознательно. Да, бессознательно. На самом деле, я не купалась. Я очень хочу туда купаться. Поехали. Плавают. Купаются в душе. Плавают. В озере, в реке, в море. Я уничтожаю вашу курицу. Да замечательно. Сними совесть. Наташа. Я чуть не поперю. Ты прекращай. На, лучше лучше сидишь. Все, хватит нам на завтрак. Я уже сейчас не могу. Я не могу сейчас, просто уже есть. Убери ты со стола. Я не могу. Ручком заедай. Ладно. Как мы там должны быть? Надо ждать. Вот теперь ты расскажешь, как в Сибири жарят шашлыки. Да. Ну, я думаю, для россиян-то это не новость, да? Давайте американцам расскажу. Как у нас обычно делаются шашлыки. Потому что, в принципе, в любой стране всегда делаются шашлыки. Ну, в России это особенный способ. Чем хуже погода, тем они вкуснее. Когда ты стоишь и держишь штент над костром, чтобы мы не залила. Четверо держат, двое носово, пяти шашлыки вернушли. Один жарит. Пятому заливается за шивор. Двое жарит. Потому что, потому что силы уходят. В отдых, в долгах. Дети в грязи возятся. Идут знакомиться с другими машинами. Мы думали, мы одни такие. Да. То есть, это Россия. Когда мы приехали, дождя еще не было. Но когда мы уже жарили, еще одна машина приехала. То есть, ну, это нормально в России. В Сибири. Это было бы нелогично, если бы они подъехали, когда не было дождя. Они все время, что мы приехали. Когда не было. Следом уже, значит, когда дождь. Нет. Так вы нормально-то объясняете, что это мы уже после озера приехали. Мы сменили местоположение. Нет, ну, понимаете, дело в том, что мы-то уже собирались домой, по сути дела. Так Наташка сказала. Ну, кто-то сказал. Нифига, надо жать. Она уже на почве, ну, господи, ты останавливайся. Мы едем, мы не сдать. Я уже хочу, что в Сибири. Тормозите машину. А Володя, понимаешь, он муж Олеси, а Олеса студентка. А мы же у Олеси преподаватели. Она не сдаст экзамен. Я так не говорила, вы так подумали. Поэтому они свернули беспрекословно. Ну, а что значит авторитет? Вот что значит джазовая импровизация. Симпровизировали на воду. Свернули в лесок. И главное, муж ее говорит, давайте так. Вы собираетесь, езжайте за теплыми вещами все. А я, говорит, один останусь. А я тут останусь. Разожгу, говорит, пока. Да, я уже не была. Прекратилась. Да. Ну, вышли, мам. Мы решили, что... Мы с Наташей решили. Я говорю, да мы останемся, мы поможем. Говорю, Володя, чужая. А он там достал, у него куртка была. Я курточку одела. А у меня, а у меня было это, как его, не куртку я... Одеялко вы населили. Я одеялко, я из дома взяла. Одеялко. Ну, чтобы там на песочек постелить. Удачный как-то. Кто думал... По загоранию. Да. Ну, компанию составили, они поехали за вещами. Мы еще успели погулять, классно, так все было. Ну, у нас было минут 20, хорошая погода. Да, и потом дождик начался, и нас... Володя, да. А ну-ка, идите сюда, подерживайте. И вот мы как, три тополя на плечике, накрытые теном. Но это не тент даже был. Это, если сказать, это был... Натурный матрас. С друбой. Ну, да. Непромокаемый. То есть вот тентом называется с друбой. Ну, а как его назвать-то еще? Сегодня он был тентом. Нет, мне жарко уже. Ну, что, ты спалю, смотри. Мы стоим и держим матрас, короче, над собой. Понимаешь? С дутым, слава тебе, Господи. С дутым. Хотя его было бы не очень держать. Да, я же держу его, а там на тебя. Вот это вот. И за шиворот тебе, и с боку. Наташа, а в Казахстане так же шашлыки жарят? Вы знаете, я вас удивлю. Солнечные погоды жарят. Ну, в России, чем больше дождя, видимо, прожаривается сильнее. Все, и каждый приоденусь. Меняю. Сынушка. Опа, хорошо. Вот, теперь, значит, когда я поеду домой, я буду настойчиво требовать, что шашлыки жарят именно в дожде. Я вам сейчас всю прелесть покажу. Так, иди сюда, она тебе могла. Держи. Ну, это было, знаете, не забываю. Ну, когда бы мы еще так съездили от того. Тут ноги соскальзывают, шлепают, стоим прям в уголь ногами. Они прелесть, они и жизнь прям. Ну, и отдых удался. Вообще супер. Все намокли. Потом они подъехали. Я говорю, интересно. Мы стоим втроем. Я говорю, давайте сейчас скажем Олесе, что мы мужа как могли сберегали. Мы вдвоем уберегали. Они ржут над нами сейчас или сочувствуют. А Олеся говорит, я что-нибудь бампер не потеряла, как-то отнеслась. Видимо, тучка, да, надвинулась. Мы видим, что там, вот там, где мы хотели, там уже темно. А мы такие, да, там все, там дождь мимо пройдет. И она говорит, ёху, там сейчас дождь. И мы едем, мы лили, и она такая, господи, они на счастье. И я говорю, ты не гони, подожди. Я говорю, они все равно уже мокрые. Я говорю, ну, это, нормально все будет. И я говорю, блин, потому что тут еще дети сзади, нам живыми надо приехать. Да, еще дети хотели остаться, хорошо, что Наталья на них. А там, ну, там, ну, как так, они сели в машину. А так, получается, мы бы вообще были мокрые. Естественно, мы же детей бы спрятали под этим матрасом. А сами бы стояли вообще мокрые были бы. Ой, нахохотались, а. Да, отдых удался. А самое главное, сегодня с утра они мне говорят, одень шорты, одень маечку. Я говорю, нет, я в крико поеду. Нет, я в футболки. Ну, одень. Вот ты вредная, когда я говорю, да, я знаю. Я была права. А я поеду в крико. Нет, на самом деле лучше всего у Наташи, она не так искупалась, не так искупалась. Так что за интересное. Нет, искупались в итоге все. Кто хотел, кто не хотел, нас искупались. Держала постоянно. Ну, я-то уже приехала, я как бы это, там, посередине встала и держала. Они-то уже в тепленьком приехали, сухие. А мы-то уже мокрые стоим, вот это. Держимся. Так что. Ну, вот. Сейчас отдых покажу. Ну, вот, например, смотри. Кражданка Германии, проживающая в Казахстане, приехавшая на сессию в Сибирь, в Казахстан, держит руками. Русскую традицию. Русскую традицию. Ну, зачем же нарушать русскую традицию? Нет, нельзя. Нельзя. Правильно, я перенимала опыт. Нельзя. Все правильно. Лена, это педагога. Я помню, честно. Покажите, пожалуйста. Вот все. Вот это, вот вид. Вот, видишь как. Вот. Потрясающе. Великолепно. То есть, там в Узу мангал, да? Мы его спасаем. Мы спасаем мангал, потрясающую курицу. Ну, ты кушаешь вкусно же? Я уже все. Ну, согласись, что это там уж и не ешь. Ты же не хочешь. Наташа сказала, я больше не хочу. Это же, ну, она не хочет. Ты не хочешь уже? Да не, она реально не хочет. Не хочет. Она вообще не хочет. Она спит. Ой, Таша, никому что я еще чаю? Ой, давай. Ой, девочки, как хорошо. Ой, спать я сегодня? Я завтра не пойду ни на какую методику. Товарищ преподаватель, я не пойду завтра. А вы в курсе, что мы должны на дачу ехать? Завтра? Опять? Нет, никто не знает, что опять. Это ты опять война. Опять? А еще 15 человек будет в восторге завтра. Ой, это я еще, оказывается, не видела русскую дачу. Так у нас методика на русской даче. А там-то вообще будет. Подскажите, что у вас на русских дачах. Как и диванцы. Что с собой брать? Шо, ну. Ну, если не предлагали шоу. Слушай, не зря вот шутили. Вот все шутили, шутили. А потом на холодно достало. С 38-ми резко так, на 18. Олес, тебе чай налить? Ну, у меня есть еще. Так, как хорошо, а? Ой, как хорошо. Так а там что пишут-то вообще, группа? Что пишут вообще? Они активизировались вообще? По поводу завтрашнего дня? Вы вчетвером только ездили, да? Семья Олеси, получается, и вы вчетвером. И мы, да. Это внеплановое посещение. Это не методика на улице. Нет, это выходной у нас. Это был типа выходной? Выходной был с обеда, до обеда была работа. Было обещано солнышко, песочек. Я как положила. Плавание. То есть, а погоду вы не смотрели, да? Что как бы в принципе сегодня говорили о том, что... Ну, как бы и тучки-то намекали, но мы ж наивные. Верили, что она пройдет мимо. А потом песня есть. Я тучи разойду руками. Мы все время пели. Ну, как-то оно не разводилось. Я уже и орала туда. Я говорю, может, хватит уже? Она так возмущалась. Держит, значит, это... Я пела, я скромно. Нет, дождик заканчивается, ну, слава, все будет. Уши. Хватит уже. Возмущалась прям. Потом посвятила себя и меня в бабушке. Да. У Олеси были там дети. Да, потому что она не справляется. Чего ты? Конечно, я думала, капец, тут надо все свои руки брать. Иначе они не на обушку залазили, думаю, а тогда же они ко мне залезут, а я этого не хочу. Она говорит, я ваша бабушка, а вот это еще одна, ну, я. И вы теперь... Там девочка говорит, нет, это моя, 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 ты там, нет. Я говорю, а кто твою маму учит? Значит, я бабушка. Она поверила. Что ж, нельзя там детей, мам? Она полюбила потом нас. Это на благо. Я научила ее фирменному компоту. Она спела песню, Наташа ее поцеловала, обняла, сказала, ты вообще молодец, тебе пора на гастроли ехать. Она была счастлива. Так что, все хорошо. Ну, зачем, ну, пусть у нее будет много бабушек. Ну, пойми. Ну, она сообразила, она потом в конце концов в машине-то сказала, нет, это мама, а это вторая мама. По возрасту-то она смекнула, что на бабушку-то не тянет. Я говорю, просто молодая бабушка. Ой, как хорошо, девочки, ну как же хорошо. Это фиолетовая миска. Вот так. Так что, Али, я думаю, тебя мы не удивили, кто ты здесь рожденная. Ты русские традиции знаешь и чтишь. Особенно, что я тут сегодня говорю, поеду после работы купаться в 9 вечера. Ну и ладно, в 9 вечера. В ливень. Ну и ладно. Вот видишь, чтишь. Вот есть, а о корнях-то забывать не надо. Помню, в Казахстане жарят шашлык в солнечную погоду. В Казахстане просто солнечная погода чаще. Ну, а с этим соглашусь. Тут никуда не деться, а тут откладываются в бедные. Потому что завтра опять дождь передают, а в вторник уже солнечно будет. Вот все, мы завтра не поедем никуда. А что это за завтра вы где-то? Методика. В школе? Да. Да, мы так, окей. А послезавтра методика на даче? Да. Завтра тогда джазом провязаться занимаемся. Хорошо. Спасибо. Ну и там по методике несколько. Ну, что ты на такси? Дорого, наверное. Да нет, дело в том, что у меня автобус уже не ходит. А ну, я тебя отмочу такси. Да ну, ну так молчать. Нет. Молчать. Нет, я на такси. Там все, я даже не обсуждаю это. Ты ради меня осталось чай попить. По-по-по-послушать нас, правильно же? Да я бы вас слушала и слушала, если бы вас не хотела. Оставайся спать. Оставайся спать. У нее кошка. Ага. Ой, замочай. Ну, по чаю-то соскучились. Мы пили там компакт пили, башон пили, ой, нарзан пили. И нахохотались. И нахохотались. Слушай, на такую погоду он... Сейчас фотография. Олеся поучает, Наталья. Ну, ты хоть думай. Думать-то нечем, я же столбик. Слушай, связь глубокая. Какой серьезный. Строгая такая. Строгая такая. Вот она так, глубокая, говорит, связь у вас. Глубокая. 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 Да. Научили есть с лимоном мясо. Раньше не ели. Говорит, а как это? Я говорю, вот так. Берете вот этот лимончик. И уже с готовой курочкой. Муж Олесень говорит. Олесь, ты, говорит, возьми. Говорит, действительно вкусно мясо с лимоном. Она берет мясо, съедает. А ее от лимона вообще, прям она не может. Она съедает сначала мясо, потом лимон. Чего вы тут находите? Он говорит, это с мясом. Надо есть совместно. Совместно. Все, приеду. Пришла машина. Это кошки сейчас. Не выбрасывай, Алюша. Не выбрасывай. Все, всем спасибо. Замечательный чай был. Все, провожаем Алюшку. Давай, девчонки. И по люлькам поступал. По люлькам. Все, спать. Все, спать.